Кто у нас, откуда? Отлично, вижу. Так, Ульяновск, Каменское, Татарстан, Чебоксары и Брессия. Супер, спасибо большое за обратную связь. Давайте сразу начнем тогда. Меня зовут Василий Фьян. Я являюсь структурным директором в проекте «Безосмодель 21 века», директором команды. И сегодня я сначала хочу рассказать немножко свою историю, кто до проекта, какие результаты, благодаря сейчас есть уже проекту, и конкретно, что делать, с чего начинать, что нужно делать, чтобы был результат, чтобы был постоянный рост. Поэтому сразу давайте начнем до проекта. студент, закончив Британский колледж, пошел работать по найму. Работая по найму, не увидел никаких перспектив, потому что вроде работаешь, работаешь много, но денег таковых не видишь, зарабатываешь неплохо. Поэтому искал возможности работы на себя, и как раз наткнулся на наш проект, узнал о нашем проекте. Заинтересовало, в первую очередь, то, что можно построить онлайн бизнес, вообще без каких-то финансовых вложений, нужно только иметь интернет и средства связи, ну и желание развиваться, само собой, а не каких-то определенных навыков, не нужно. Получается, за полгода своей работы в проекте я получил чек на тысячу долларов, также ежемесячный доход, ежекаталожно, можно так сказать, порядка, ну, скажем так, более 30 тысяч рублей. Также это большая команда по всей России, я не один, нас очень много, более тысячи человек за один год в моей команде появилось, поэтому это тоже очень такие мощные результаты. И что нужно именно делать, чтобы как минимум были такие же результаты, чтобы было как можно больше партнеров по всей России, чтобы также они начали зарабатывать, мы начали зарабатывать. И первое, для этого у нас есть конкретные четкие действия, это называется функционал бизнес-партнера. Это те действия, которые приведут к результату, все просто. Какие же они? Первое, от 7 до 20 личных партнеров, личных регистраций в каталог. Это именно 7-20 личных партнеров, которые пригласили лично вы сами в проект. Это как знакомые, так и незнакомые люди. Второе, от 150 баллов футбольная на личном номере, в личном интернет-магазине. Ну, это определенные товары, это покупки для себя, для своих близких. Так, прошу прощения. Так, продолжаем, прошу прощения. Это покупки для себя и своих близких в вашем интернет-магазине. Третье, посещать все, обучаться, изучать все вебинары, изучать записи. Потому что, на самом деле, нашему бизнесу, нашему делу не учат в учебных заведениях, не учат ни на высшем, ни в среднем специальном, ни в таких заведениях, где учили нашему бизнесу. Поэтому здесь, в нашей команде, есть бесплатный стим. обучение, как через обучающий сайт, с помощью вебинаров, которые проходят на этой вебинарной комнате 21.00. Все бесплатно, нужно только брать и делать. Четвертое, быть активным во всех чатах. Да, мы онлайн-проект, поэтому одно из наших средств коммуникации – это чаты. И в этих чатах мы общаемся, переписываемся. Если есть вопросы, мы можем там написать вопрос. Или, что кто-то написал вопрос, можно на него ответить. Поэтому в чатах мы не отсиживаемся, а также активно принимаем участие. В принципе, все просто. Вот такой наш функционал. Но, говорю так, вот эти четыре действия, они основные, они ведут к результату именно. Если бы что-то из этого не вело к результату, этого бы здесь не было. Поэтому все, что здесь есть, все это нужно делать. Тогда результат будет. С этим все понятно. Дайте, пожалуйста, обратную связь, чтобы я понимал. Поставьте плюсики, напишите «понятно». Супер, спасибо большое. Вижу обратную связь. Отлично. Продолжаем. И сейчас я хочу именно дать упор на таком нашем функционале 7-20 вечных регистраций именно. И какие основные методы у нас рекрутирования? Какими основными методами пользуюсь я? Первое – это личный бренд. Это наша страница в социальной сети. Как она оформлена, что мы там выставляем, что мы пишем, об этом сейчас поговорим. Второе – это знакомый, это теплый рынок. Это знакомый, знакомый знакомых. То есть третье – незнакомый. Это холодный рынок. Рассказываем о проекте по переписке, по телефону, по скайпу. Абсолютно неважно. Учимся рассказывать по-разному. И именно сейчас хочу показать пример своей переписки со знакомым. Напишите, пожалуйста, видно. Дайте обратную связь. Отлично. Спасибо большое. Спасибо. В чем суть переписки? Вы можете сами прочитать. Просто дам основное направление. Смотрите, когда лично – это мое мнение, мой опыт. Когда вы общаетесь со знакомым, в первую очередь не нужно, как-то прочесть не можете. Тогда рекомендую, можете написать мне личные сообщения. Я вам пришлю. Постараюсь увеличить. Все. Какие рекомендации я могу дать при общении со знакомым? Самое основное – это и самое главное. Поэтому помечайте себя. Первое. Общайтесь со своим знакомым, так как вы общались до этого с ним всегда. То есть, если вы, например, месяц назад, два месяца назад с ним виделись и просто по-обычному с ним общались, сейчас вы хотите как-то его там заинтересовать специально и так далее. То есть, начинайте официальным каким-то голосом, вернее, официальным текстом с ним переписываться. Но это как-то смотрится нелогично. Поэтому будьте самим собой всегда, в первую очередь. И самое простое, как это сделать – просто сначала пообщайтесь с человеком, узнаете, как у него дела, как он живет, что у него нового. Соответственно, если вы с ним так пообщались, то и он у вас, то он вам тоже напишет. Он вас тоже будет спрашивать в плане, чем вы занимаетесь, что у вас нового, как у вас дела. И тогда вы как раз можете рассказать о проекте. Потому что вы сейчас принимаете участие в онлайн-проекте. на БМД-21 или в онлайн-программе, в онлайн-проекте, вдвоение и так далее. И кидаете реферальную ссылку на своего сайта, чтобы человек ознакомился и посмотрел уже информацию. После этого я обычно еще спрашиваю, у тебя интерес есть? У тебя есть интерес? Да, нет. Если да, отлично, то скидываю форму для регистрации. Если нет, то спокойно, то они говорят, окей. Важно после этого дальше продолжать с ним пообщаться. Не сразу, чтобы разговоры у вас задухли. Иначе человек поймет, что вы написали только просто, чтобы предложить проект. Поэтому важно с ним дальше пообщаться. И можно спросить еще рекомендации. По поводу рекомендаций скажу так. Спрашивайте конкретно. То есть, если вы спросите, есть ли у тебя люди, кому будет интересно мое предложение или кому будет интересен мой проект, скорее всего, вам ответят нет. Поэтому спрашивайте конкретно. То есть, у тебя есть в кругу твоих знакомых люди, кому сейчас нужна работа, нужны деньги? Так более конкретно. Потому что, когда я у человека спросил, есть ли у него знакомые, кому будет интересен проект, то он ответил нет. Тогда я просто спросил, у тебя у всех знакомых деньги есть, что ли? Он говорит, нет, не у всех. Я говорю, ну напиши мне тогда их имена, я им сам напишу, сам с ними пообщаюсь. И все, отлично. Поехали с этим писать знакомые имена. Отлично, спасибо большое. Так, мы идем дальше. Личный бренд. Что такое личный бренд? На самом деле, личный бренд очень прост. Это просто то, что мы... Это как выглядят наши страницы в социальных сетях, и что мы через нее продвигаем, что мы показываем. Ну, грубо говоря, наша старая страница, это и есть наш личный бренд. Поэтому важно обратить на это внимание, потому что, ну, грубо говоря, скажу так, наши страницы в соцсетях, это наше лицо в жизни. То есть, представьте, что вы, например, общаетесь с потенциальным партнером, с потенциальным своим директором, с своей командой, и вы пришли на встречу, например, в грязной обуви, в грязном костюме, не причесана, не умыта и так далее. Какое у вас впечатление сложится? Ну, вряд ли человек захочет прийти к вам в команду. Второй момент. Например, когда вы пришли на встречу, одеты, опрятно, аккуратно, красиво, с чистой обувью, причесанная, но все равно к вам доверие и желание общаться будет выше и будет больше. В интернете то же самое. Если у вас какая-то неухоженная страница, грубо говоря, где там непонятно что, там и какие-то рекламные сообщения на стене, и еще что-то непонятно. Ну, это первый вариант. Второй вариант у человека, например, хорошо, грамотно оформлена страница, все красиво, аккуратно, все равно с вторым человеком как-то будет интереснее общаться, ну, желание даже будет больше общаться. Напишите, у кого так же, у меня лично так. Поэтому важно создать всю страницу такое, сделать всю страницу такое, чтобы с нами люди хотели общаться, чтобы им было интересно, они хотели этого. Что для этого нужно сделать? Первое. Почистить информацию себе на странице. В плане убрать все лишнее, оставить самое основное. Отражение, откуда вы, там, место работы, учебы, интересы. И так далее. Затем поставьте статус у себя на странице, что вам нужны люди для работы в интернете по всем вопросам, личные сообщения или вставлять заявку в форуме. Это мой статус, поэтому напишите примерно типа что-то такого же. Затем тоже почистите свой список видеозаписей, что там есть именно. Ну, уберите, например, наиболее лишнее или если у вас там очень много извлекательных видеозаписей, тоже почистите это. Ну, у вас впечатление, как о человеке, сложность, это то, что вы только любите развлекаться и смотреть такие ролики. Потом, на то, что вы подписаны. Это тоже очень важно. Я, например, ну, обращаю внимание периодически, потому что, ну, можно, грубо говоря, понять, чем человек интересуется, то, что он подписан, потому что он же это видит в новостях, он же это осознанно подписался, посмотрел. Поэтому важно тоже контролировать, на что вы подписались, что вы добавляете в свои видеозаписи. Об этом может сложиться впечатление о вас, в принципе, как о человеке. С этим тоже все понятно. По поводу постов, по поводу постов все просто, на самом деле. Делаем максимально красивые посты. Это текст, смайлики, реферальные ссылки, хэштеги, картинки, аудио. Все просто. Вот пример таких видеозаписей, где, то есть, картинка, музыка, есть хэштег, реферальные ссылки и какой-то текст, который заинтересовывает. Сейчас хочу поговорить про наш второй функционал. Это топиционал в футболе. Что он дает? Первое. Начисление премии. Все просто. Второе. У вас появляется скидка 33% вместо 20%. Зачем? Возможность участия, вот это самое такое интересное, самое классное, которое начинается. Возможность участия в закрытых мероприятиях, планерках, вебинарах, скайпах. Именно только для партнеров, которые делают, получается, свойственно, весь функционал. Четвертое. Доступ к программу удвоения. Это та программа ускоренного роста, с помощью которой можно выйти на доход от 30%. Нужно немножко уменьшить. Напишите, пожалуйста, дайте обратную связь в чате. В чате. Вот так нормально? Хорошо. Все, понял. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Продолжаем. Что вам дает еще раз 150 баллов? Это доступ к программу удвоения, программу ускоренного роста, с помощью которой можно выйти на доход от 38 тысяч рублей, работы по этой программе от 1 до 3 месяцев. Поэтому вы получаете доступ в эту уникальную, крутую программу. Зачем? Получение своего личного рекрутингового сайта BND21. Это будет ваш именной сайт. Вы за него нисколько не платите ничего. Вы просто делаете свой функционал, получаете доступ к удвоению, плюс доступ к свой рекрутинговый сайт, и плюс участие в закрытых мероприятиях. И плюс, возможно, в частности, в специальном обучении, которое представлено у нас на обучающем сайте, оно в закрытом доступе. Если вы не делаете 150 баллов, то вы его не увидите. Те, кто есть доступ, я уверен, что они все изучают, смотрят. Реально обучение очень-очень важное. Ну, также многое другое. Получаем от статистов более. Вот так выглядит. Первый – это рекрутинговый сайт BND21, который вы получаете 950 баллов. И вторая картинка – это программа удвоения, куда вы также получаете доступ. Плюс обучение, как я уже сказал, на сайте www.dorikrasiliv.com. Там находятся 4 обучения, уникальных обучения с суперзаданиями. Поэтому я уверен, те, кто имеет доступ, сейчас у нас напишут в чате, как у них обратную связь по поводу обучения. Кто еще не имеет доступа, желаю быстрее получить доступ к этому обучению. Также сейчас 150 баллов делать не проблема. Тем более, с такими скидками весь январь у нас идут большие распродажи. Это 30% скидки, 50% скидки. Поэтому нужно это также использовать. Я думаю, что есть каждому, что обновить у себя в ванной и не только. Еще раз давайте подведем итог. Функциональные задачи бизнес-партнеры – это те действия, которые приводят к результатам. Сегодня мы с вами поговорили о первом нашем функционале 7-20 личных партнеров в каталог, кого приглашаете именно лично в проект. Второй функционал – от 150 баллов более на личном номере в личном интернет-магазине. Третье – посещать все, обучаться, изучать все вебинары, изучать записи. Жду всех сегодня на вечерних вебинарах 20-21.00, точнее 21.00. Четвертое – быть активным во всех командных чатах. Сейчас напишите, дайте обратную связь, пожалуйста, вообще в нашем чате, здесь, на вебинарной комнате в своих командных чатах об этом вебинаре. Это очень важно. И хочу пожелать всем успешного дня, успешного начала недели, успешного начала года. Всем успехов. И хочу пожелать еще так же каждому сегодня сделать минимум по одной регистрации, пригласить минимум одного нового партнера, как из своих знакомых или, может, не из знакомых. И как можно быстрее войти в программу удвоения, вступить в нашу программу удвоения и получить доступ к нашему обучению, то, о чем мы сегодня говорили. Поэтому всем успехов, всем хорошего дня. Работаем.